Более 12 миллионов рублей потратит округ на улучшение доступной среды. Окружные, федеральные и муниципальные средства ориентированы на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Какие новшества ждут их в этом году, обсудили на Координационном совете по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. В сентябре в комплексный центр социального обслуживания поступят две газели с подъемниками. Они будут развозить людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот эти связи газельки приобрести, это я считаю разумно, очень разумно. При наличии автобуса, насколько я разговаривала, им как раз нужно в бассейн свозить и на прием к врачу, и в баню. Это очень мобильно и очень здорово. Одно из приоритетных мероприятий программы «Доступная среда» на 2015-2016 годы – оборудование зданий пандусами. В этом году его установят в отделении социальной защиты населения. В Пустозерском доме-интернате установят перила, поручни, ограничители и таблички. Оборудовать другие часто посещаемые учреждения пока невозможно. Однако в регионе, где проживают около трех тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, решать эту проблему намерены. Может быть, пойдем по пути на приобретение какого-то недорогого разборного мобильного комплекса, чтобы можно было использовать это в учреждениях, которые не так часто посещаются инвалидами. Вот, например, есть требования, чтобы во всех школах были эти пандусы. Но если только в одной из пяти школ учится ребенок-инвалид, которому нужен этот пандус, нужно посмотреть, есть ли необходимость в каждой школе делать этот пандус. Рассмотрели на Координационном совете и вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. За первые полгода в Центр занятости обратились 29 незанятых граждан. Зарегистрированы в качестве безработных 18. Несмотря на наличие вакансий, не все могут найти себе работу. Не позволяют физические и психологические особенности здоровья. Этот вопрос решается в том числе квотированием рабочих мест. На сегодняшний день у нас существует положение о квотировании рабочих мест для инвалидов. Если среднесписочная численность работников организации составляет 100 человек. То есть квотируется 5% в 5 рабочих мест для инвалидов. Сегодня в Центре занятости можно найти 22 вакансии по квоте. Тем, кто желает открыть собственный бизнес, тоже помогут. 300 тысяч на развитие дела и компенсация расходных материалов. В 2015 году этой льготой воспользовались два человека.